Rolls-Royce Phantom 8-го поколения отметил пятилетие. И своеобразным подарком стало обновление флагмана. Правда, сами британцы старательно избегают слов «обновление», «рестайлинг» или «фейслифтинг», предпочитая использовать термин «вторая серия». Впрочем, от первой и вторая отличаются только лишь световым рисунком ходовых огней. Плюс смена серии принесла другие колесные диски. Они теперь стальные вместо легкосплавных. Каждое колесо вытачивают из цельной болванки. Попутно расширился список опций, куда вошли диодная подсветка решетки радиатора, а также темный пакет, который предлагает черный декор кузова вместо хромированного. Авторы интерьера последовали завету «лучшее – враг хорошего». Поэтому водителя решено порадовать более удобным рулем, а пассажиров – свежей медиасистемой, что шустрее, умнее и современнее прежней. Кроме того, на радость поборникам экологии предложены любопытные материалы отделки. Так, заднюю часть салона предлагается обшивать двумя видами дорогой ткани, а вместо деревянного шпона использовать керамические вставки. В плане техники «Фантом» остался верен себе. Под его длиннющим капотом по-прежнему скрывается 12-цилиндровый 600-сильный битурбомотор, с которым состыкован восьмиступенчатый автомат. Привод строго задний. Зато добавить мощности британским машинам неожиданно надумало немецкое ателье «Брабус». Хотя прежде мастера из Ботропа предпочитали заниматься лишь «Мерседесами», да родственными им «Майбахами» и «Смартами». Форсировав исходный двигатель до 700 лошадей, брабусовцы лишь немного улучшили динамику младшего седана Rolls-Royce Ghost. И, наверное, среди обеспеченной публики найдутся желающие заплатить несколько десятков тысяч евро, чтобы их Ghost сделался на пару десятых быстрее стандартного. При даче идут адаптивная подвеска, оригинальный обвес и салон, украшенный углепластиком. А еще «Брабус» анонсировал тюнинг автомобилей Porsche. Кабриолет 911 Turbo S тоже принарядился фирменным декором, заполучил электронно-управляемые амортизаторы и примерил контрастный салон. Оппозитному битурбомотору заменили турбокомпрессоры, управляющую электронику, выпускную систему и множество других элементов. В итоге мощность существенно выросла, а время разгона до сотни сократилось. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова